Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите экономический календарь на канале Инстатв, в студии Анна Касаткина. В конце недели наиболее значимыми для рынков станут следующие макроэкономические отчеты. Одним из ожидаемых событий в конце недели станет публикация решения Национального банка Швейцарии по ставке LIBOR, запланированная на четверг. Рынки не ждут сюрпризов от регулятора и прогнозируют сохранение уровня в минус 0,75%. На прошлом заседании Центральный банк Швейцарии оставил без изменений ставку на уровне в минус 0,75% и целевой диапазон трехмесячной ставки от минус 1,25% до минус 0,25%. Данный исход встречи прогнозировался большинством аналитиков. НБШ подтвердил свою готовность проводить интервенции на валютном рынке, которые наряду с отрицательными процентными ставками делают инвестиции в швейцарский франк менее привлекательными, тем самым снижая давление на национальную валюту. Швейцарский франк по-прежнему остается существенно переоцененным. Настоящий прогноз по инфляции на 2016 и 2017 годы предполагает, что ставка LIBOR будет оставаться на уровне в минус 0,75% на протяжении данного периода. Другим важным событием четверга станет публикация решения Банка Англии по учетной ставке. Здесь аналитики также единогласны, ожидая сохранения ставки в 0,25% годовых. Напомним, что в ходе предыдущего собрания Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал за снижение основной процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,25%. Банк планирует реализовать комплекс мер, направленных на оказание дополнительной поддержки экономическому росту после выхода Британии из ЕС и достижения инфляции целевого уровня. В текущих условиях настоящая монетарная политика считается оптимальной. Во второй половине дня в пятницу в США выйдет отчет по инфляции потребительских цен за август. Предварительные экспертные оценки предполагают рост месячного показателя на 0,1%. Напомним, что в июле индекс потребительских цен в США остался без изменений в связи со значительным падением цен на бензин и другие энергоносители. Цены на энергоносители упали на 1,6% относительно предыдущего месяца и на 10,9% по сравнению с прошлым годом. Индекс потребительских цен без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в июле повысился на 0,1%. Отметим также, что в годовом выражении июльские темпы инфляции в США составили 0,8%. При этом инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составила 2,2%. Помимо вышеперечисленных событий в четверг выйдут отчеты по ВВП в Новой Зеландии, по безработице в Австралии, по розничной торговле в Британии. В США выпустят данные по ценам производителей, розничным продажам, число обращений за пособием по безработице и промышленному производству. В пятницу США завершат неделю публикации индекса потребительской уверенности от Университета Мичигана. Это был календарь последних экономических событий, подготовленный для вас командой Инста-ТВ. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова